Смерть нашего Господа Я хочу напомнить нам это местописание для того, чтобы мы понимали, что это событие, оно не просто одинаковое по форме, привычное для нас, служение, которое мы делали много раз. Писание говорит, всякий раз, когда мы вкушаем хлеб и пьем чашу, мы возвещаем смерть Господню. В этом событии есть Божья воля. Оно имеет силу всякий раз, когда мы с вами протягиваем свою руку, кусочку хлеба и делаем глоток вина. Оно всякий раз имеет силу. Поэтому я хотел бы нас призвать в первую очередь к внутреннему благоговению, чистоте и святости пред Богом. Потому что это не просто физический, видимый ритуал, который мы делаем много раз. Библия говорит, когда мы делаем вот эту видимую часть, всякий раз мы соприкасаемся с духовным. Всякий раз мы делаем во славу Бога. Всякий раз мы возвещаем смерть Господню. Это нельзя делать привычно. Это нельзя делать нераздумчиво. Это нельзя делать, не проверяя себя. Всякий раз мы соприкасаемся с духовным. Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. И 28 стих призывает нас. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба с его, и пьет из чаши с ей. Библия говорит нам наставление. Как нам участвовать в этом собрании? Вы знаете, если внешняя видимая часть, она более привычна, мы знаем, когда будут разносить хлеб, когда будут разносить чашу, мы знаем, как принимать участие, то есть вторая часть, более важная часть, с которой все начинается. Проверять себя, свое сердце. Ведь не важно, насколько мы внешне все правильно сделаем, если в первую очередь человек не проверит себя. Только после того, когда мы проверили себя, мы в мире с Богом, мы в благоговении пред Богом, только после этого мы в благоговении, в чистоте, благопристойно исполняем внешнюю часть. Знаете, написано, возвещаете смерть Господнюю. Это не просто какое-то историческое событие какое-то. Это не просто событие, которое когда-то произошло. Возвещаем смерть Господню. Смерть Господа – это событие, которое актуально и сегодня. Ведь в смерти Господа есть наше прощение, победа над грехом, исцеление для нашего тела и многое другое благодаря смерти Господа. Поэтому я хочу еще раз напомнить, что возвещая смерть Господню, это актуально, братья и сестры, это подобно, как будто бы мы были на этой вечере. Это подобно, как будто Иисус с нами. Это не просто христианский обряд. Это не просто христианская традиция. В этом есть жизнь. В этом должно участвовать наше сердце. Мы соблюдаем внешнюю форму. Это хорошо, это правильно, благоговение пред Богом должно быть. Ведь если нет благоговения внешнего, не приходится говорить о какой-то духовности большой. Но более всего мы понимаем, что внешнее благоговение, внешняя форма, внешний обряд, традиция, ритуал – все это не имеет силы, если человек в первую очередь не настроит свое сердце пред Богом. Благослови нас, Бог, чтобы мы сегодня в чистоте, в смирении нашего сердца, благоговении, проверяя себя. Я еще раз напомню, Бог дал нам достаточно разума, достаточно чувствований, Святого Духа для того, чтобы мы могли сами проверить себя. Вы знаете, иногда мы эту функцию возлаживаем на Бога. Мы думаем, Господи, Ты все знаешь, Ты как-то что-то там сделай. Братья и сестры, мы должны проверять себя, задействовать наш разум, задействовать нашу память, вспомнить прошлые дни, настроить свое сердце сегодня, мы за это ответственны. И когда человек готовит этот жертвенник, когда человек приносит эту жертву духовную, тогда сходит огонь с неба. Я приглашаю нас к молитве, мы прославим Господа. Слава нашему Царю! Слава нашему воскресшему Богу! Аллилуйя Иисусу Христу! Вы знаете, благодаря Его крови, Его святой жертве, мы сегодня здесь. Вы можете сказать на это Аминь? Иногда христиане, иногда дети Божьи, они даже роднее, чем их неродные братья по плоти. Потому что кровь Иисуса, она нас роднила, она нас сделала близкими, она назвала нас детьми, дочерями и сыновьями Божьими. Аллилуйя нашему Царю! Слава нашему Богу! Мы будем поклоняться нашему умершему и воскресшему Богу. Он достоин хвалы. Слава Тебе и величия! Слава в веках и народах! Пусть несется Ему хвала и благодарение и поклонение из наших уз. Ты искупил мир от греха, Ты дал Ему любовь на свет, сошел под души и сердца, и дал надежду. Мы пред Тогою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все Отец блага твоим и превосносим. Слава Тебе и величия! Слава в веках и народах! Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величия! Слава в веках и народах! Слава Тебе и величия! Ты искупил мир от греха, Ты дал Ему любовь на свет, сошел под души и сердца, и дал надежду. Мы пред Тогою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все Отец блага твоим и превосносим. Слава Тебе и величия! Слава в веках и народах! Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величия! Слава в веках и народах! Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величия! Слава в веках и народах! Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величия! Слава в веках и народах! Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величия! Слава в веках и народах! Пусть несется Тебе величие и держава, Иисус, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Иисус наш. Аллилуйя Тебе, Тебе величие и держава, Тебе поклонение за кровь Твою святую, за Голгофу, за каждую каплю крови мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, наш Царь, мы благодарим Тебя, наш Спаситель, что Ты искупил Своей кровью нас, назвал Своими детьми. Спасибо Тебе, наш Иисус, спасибо Тебе, наш Царь, спасибо Тебе, наш Царь. Аллилуйя Тебе, мы поклоняемся Тебе, наш Господь. Аллилуйя Тебе, хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе. Проведи сквозь внешний двор На Твое святое место Я хочу Твое увидеть в лесу, Господь Я ищу Тебя всем сердцем От толпы людской возьми меня И в святых поющих песни Жажду праведности я Твоей, мой Бог Здесь единственное место Проведи вас, святое, святое, святы Через Аксором Проведи Проведи вас, святое, святое, святы Проведи вас, святое, святы Проведи вас, святое, святое, святы И в места мои очистых огня Проведи вас, святы, святое Проведи вас, святое, святое, святы Проведи вас, святое, святы И среды поющих песни Жаждает радость сия в твоей, мой Бог Здесь единственное место Проведи вас святое, святое святы Через отца кров проведи Проведиво святое, святое, святый, И вот слава Мои очистки, вот я. Проведиво святое, святое, святый, И вот слава Мои очистки, вот я. И вот слава Мои очистки, вот я. И вот слава Мои очистки, вот я. Поклонюсь тебе, о мой Господь. Поклонюсь тебе. 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 Тебе Баю я во славу Отца Отлонюсь Тебе О мой Господь Отлонюсь Тебе О мой Господь О мой Господь Свято Твое имя Имя Господь Свято Твое имя Имя Господь Имя Господь Свято Твое имя Имя Господь Свято Твое имя Имя Господь Свято Твое имя 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 Господь Свято Твое имя 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 Господь Свято Твое имя Имя Свято Твое имя Свято Твое имя Свято Твое имя Свято Твое имя Ты зажег в греховной дверь В голосах ангельского пения Не остановят мои слова Все, чем живу, тебе я посвящаю Хвала, хвала тебе, мой Бог Тебе моя слава Хвала и асана Мой Бог, будь прославлен Путь преба здесь За то, что омыло От зла и скупило Спаси не открыла А от смерти спасла Я отдаю Жизнь только тебе Только тебе Вся жизнь моя На земле Мой Господь Будь лишь только для славы Твоей Тебе моя слава Хвала и асана Мой Бог, будь прославлен Путь преба здесь За то, что омыло От зла и скупило Спаси не открыла Спаси не открыла Спаси не открыла От смерти От смерти Спаси не открыла Спаси не открыла Я отдаю Я отдаю Я отдаю Аллилуйя нашему царю И Господу Иисусу Христу Как хорошо, что Господь Уже пришел на это место Чтобы нас благословить Чтобы нас обнять Чтобы нас ободрить И приготовить Для этого славного служения Которое мы будем сегодня совершать Я прочитаю Слово Божье Луки 9 глава 23 стих Написано так Ко всем же сказал Если кто хочет идти за мною Отвергнись с себя И возьми крест свой И следуй за мною Еще одно место Луки 14 глава 27 стих И кто не несет креста своего И идет за мною Не может быть моим учеником Что же было накануне Что побудило Иисуса Христа Сказать такие серьезные слова Накануне этого Христос сказал В первый раз Своим ученикам Открыто О своем предстоящем страдании И он открыл что Сыну человеческому Нужно много пострадать Быть убитому И в третий день Воскреснуть И написано Отозвал его Петр И сказал что Будь милостив себе Не делай сего Но Христос сказал ему Отойди от меня Сатана Ибо ты думаешь Не то что человеческое Ибо ты думаешь То что человеческое И не то что Божье И далее он сказал Людям Ко всем Которые шли за Иисусом Что идя за Христом Каждый из вас Должен взять Свой крест Друзья мои Если бы мы Вот сейчас Перенеслись Ну Туда Назад Две тысячи лет назад И ходили вместе С нашим Господом Иисусом И Христос Заговорил бы нам И сказал Что вы Должны взять Свой крест И последовать За мною А через некоторое время Он повторил Те же слова Немножечко В другом ракурсе И он сказал Что если кто-то Идет за мною И не несет Своего креста Не может быть Моим учеником Друзья мои Сегодня мы много знаем Сегодня нам Много открыто Сегодня Господь Вразумляет Нас посредством Духа Святого Мы сегодня Ну так Здраво и трезво На все эти вещи Говорим Но если мы Туда перенесемся То я представляю Ученики Иисуса Христа Те которые Шли за Иисусом Они понимали Что что-то Серьезное Говорит Иисус Но это было Несколько странным Потому что Они знали Что там В том Рынской империи В которой Иудея тогда Находилась Что совершалась Казнь Крестная Казнь И тот Который Должен был Нести То есть тот Который должен был Умереть Посредством Этого Крестного Страдания Прежде чем Он был Распятый Он должен был Нести Свой крест И Друзья мои Конечно Это было Ну Знаете Очень серьезно Это Иисус Христос Сказал Как вызов Для всех Своих Учеников И Повторяя Это место В другом В другой раз Христос Еще раз Утвердил И сказал Что если Вы идете За Мною Но вы не несете Своего креста То вы не можете Быть моими Учениками Давайте обратиться Еще к Слову Божьему Откроем Галатам Шестая глава Второго стиха Третий Четвертый Пятый стих Написано Галатам Шесть Два Пять Носите Бремена Друг друга И таким Образом Исполните Закон Христов Ибо Кто почитает Себя Чем-нибудь Будучи Ничто Тод обольщает Сам себя Каждый Доиспытывает Своё Дело И тогда Будет иметь Похвалу Только в себе А не в другом Ибо Каждый Понесет Своё Бремя Друзья мои Здесь Здесь В этом Месте Священное Писание Апостол Павел Примерно Через 20-25 лет После того Как Христос Говорил О том Что нужно Нести крест Апостол Павел Разложил И показал Что не только Своё Бремя Но еще И другое Бремя Своего Ближнего Мы должны Нести По нашей Жизни Друзья мои Ну Что значит Своё Бремя Нести Я думаю Что мы Понимаем У каждой Из нас Своя Судьба Своя Жизнь Своя Семья Свою Делу В служении В церкви На работе В том Обществе Где мы Находимся Друзья Мы Собираемся Здесь В церковь Но мы Не только Здесь Время Проводим Большую Часть Нашей Жизни Мы проводим Не только В церкви А мы Проводим Идя По жизни Стикаясь С разными Людьми С разными Обстоятельствами С разными Ну Друзья мои Сказать Так Открыто И прямо С разными Положениями И с разным Проведением Божьим Которым Бог Нас ведет Через Всю Нашу Жизнь И Несомненно Мы Понимаем Что Наша Жизнь Она Сопрожена Не только С радостью Не только С печалью Но Друзья мои Она Сопрожена С испытаниями С страданиями Когда мы Несем Какие-то Тяготы И Невзгоды И Друзья мои Так Бог Построил Нашу Христианскую Жизнь Потому Что Пройдя Через Нашу Жизнь Нас Бог Готовит До Вечного Небесного Царства Знаете Друзья мои Мы Жимаем Здесь В этой Временной Жизни И Сказать вам Друзья Что В моей Душе Творится За этих Последних Полгода Я Понимаю Сегодня Больше Чем Например 15-20 Лет Тому Назад О том Осознаю Что Вся Наша Жизнь Каждая Из нас На этой Земле Она Закончится И Мы Предстанем Пред нашим Живым Богом И Мы Должны Будем Дать Отчет Что Мы Сделали В нашей Жизни И Мы Должны Быть Приготовлен До Вечного Небесного Царства Друзья Мои Самое Страшное Что Может Случиться Пройдя Христианскую Жизнь Дойдя До Ворот Царствия Небесного И Оказаться Неготовым Или же Друзья Мои Не Быть Достойным Вечного Небесного Царства Послание Иоанна И Так же Иоанна И Богослово Откровение Написано Чтобы Чтобы Нам Быть Друзья Мои Достойными Войти В Город Воротами Мы здесь живем В Америке И Перед нами Не так часто Закрываются Двери Много Дверей Много Ворот Открыты Правда Даже В некоторых Случаях Но Если Какие-то Ворота Стоять Или Какой-то Шлагбаум Ну окей Ты подъехал Взял Карточку Ворота Открылись Ты потом Заплатил Когда будешь Возвращаться Назад И все Нормально Но Бывает Что Друзья Мои Мы приходим В какое-то Учреждение В магазине Там Двери Закрыты И Нас Никто Туда Не пускает Там Есть Какой-то Скеджел Или Там Пройдут Только Особные Люди Которые Могут Прийти Друзья Мои Сейчас Много Много Всяких Апоитментов И всего Совершается То что мы Заполняем По компьютеру Отправляем Если вам Надо пойти На Энпломит То вы Пройдете В те двери В то место Учреждения Где это Все Совершается Но вас Туда Никто Не пустит Друзья Мои Но надо Заполнить По компьютеру И вам Все Сделают Друзья Мои Придет Время Когда мы Должны Будем Предстать Придживым Богом Войти В этот Город Где Должны Будут Ворота Открыться Друзья Мои Откроется Ли для Меня Ворота И И для Ворота Небесного Царствия Открылись Христос Говорит Одно Из Важных Условий Это То Что Я Должен Ити По Жизни И Нести Свой Крест И Христос Говорит Прямо И Открыто Что Если Ты Идешь По Жизни И У Тебя Все Нормально У Тебя Нет Никаких Преград Ты Ни На Что Не Обращаешь Внимание Ты Идешь По Жизни Ты То Что У Тебя На Уме Как Ты Считаешь Справедливо Так Ты Поступаешь Так Действуешь И Ты Думаешь Что Ты Придешь В Царствие Небесное И Ворота Небесного Царствия Откроется Но Самый Больший Самая Большая Беда Может Быть В том Что Ты Думал Ты Надеялся Ты Уже Пришел Ты Прошел По Жизни А Ворота Для Тебя Не Отворились Друзья Мои Это Ужасно Это Ужасно Господь Говорит Сегодня Для Нас Что Если Ты Идешь За Мною Ходишь В церковь Читаешь Библию Ходишь На Молитвенные Служения Делаешь Что То В имя Господа Не Только Это Но Ты Должен Нести Свой Крест И Следовать За Своим Господом Перенося Трудности Лишения Невзгоды Испытания Когда Ты Это Делаешь Тогда Ты Исполняешь Болю Божью И Ты Являешься Учеником Иисуса Христа Слава Иисусу Я Сегодня Хочу Ободрить Вас Вы Идете Этим Путем Я Я не хочу Сказать Что Вы Это Не Делаете Вы Идете Этим Путем Мы Идем Стремимся И Друзья Дорогие Иногда Невзгоды И Трудности Которые Постигают Нас Бремя Которое Возложено Для Нас Оно Тяжелое Оно Непосильное Но С Господом Мы Можем Все Пройти Почему Потому Что Господь Говорит Что Тот Кто Служит Мне Кто Верен Мне Тот Идет Своим Путем Тот Идет Божьим Путем И Он Там Будет Где Сам Наш Господь Находится Друзья Кто Мне Служит Мне Допоследует И Где Я Там И Слуга Мой Будет Друзья Мы Мы Сегодня Вспоминаем Страдания Господа Нашего Иисуса Христа Христос Написано Что Он Уничижил Себя Смирил Себя Был Послушный До Смерти И Смерти Крестной И За то Что Сделал Он Сие Написано Бог Превознес Его Имя Выше Всякого Имени Пред Именем Иисуса Христа Преклонится Всякое Колено Небесных Земных И Преисподних Друзья Многие Мы Это Понимаем Сегодня Но Петр Апостол Он Не понимал Это Тогда Когда Христос Говорил Ученикам Своим Открыл Первый Раз Что Ему Нужно Пострадать Много Пострадать Быть Убитым И В третий День Воскресный И Петр Говорил Ему Господи Будь Милостивый Не Делай Сего Но Иисус Он Знал Для Какого Часа Он Пришел Он Знал Что Он Родился Что Он Пришел В Этот Мир Только Для Одной Самой Главной Причины Чтобы Принести Это Уничижение Поношение Побои Оплевание Осмеяние Чтобы Быть Убитым Чтобы Подарить Человечеству Жизнь И Спасение И Чтобы В третий День Воскреснуть И Войти В славу Отца Чтобы Принять Эту Славу От Отца Чтобы Церковь Свою Которую Он Родил На Голговском Кресте Чтобы Ее Там С Небес Посредством Святого Духа Довести До Вечного Небесного Царства Ему Слава Друзья мои Вот Почему Иисус Христос Пошел На Крест Вот Почему Христос Сказал Что Мне Нужно Ити Мне Нужно Это Делать И Он Сказал Не Только Мне Но И Вы Ученики Мои Идите За Мною И Несите Свой Крест И Друзья Мои Я хочу Вот Это Место Еще Прочитать Каждый Да Испытывает Свое Дело И Тогда Будет Иметь Пафолу Только В себе А Не В другом Ибо Каждый Понесет Сво Бремя Друзья Мои Никто Не Знает Твоего Бремени Так Как Знает Его Бог И Ты И Когда Ты Несешь Это Бремя И Тебе Тяжело Я Хочу Ободрить Тебя Знай Что Придет Лучшее Время Благодати Придет Время Когда Ты Сможешь Сам Сказал Да Павел Что Это Он Говорит Это Апостол Друзья Мои Это Единственное Место Которое Так Говорит Своё Дело Испытывай Когда Ты Проходишь Испытание Ты Можешь Поблагодарить Господа И Сказать Господь Я Благодарю Тебя Что Я Это Прошу С Тобой Мы Сами Собою Не Способны Пройти Испытание Правильно Мы Можем Чего-то Натворить Мы Можем Друзья Мои Ослабеть Мы Можем Изнимать Но Когда Мы С Господом Друзья Мои Пройдя Испытание Встретим Господь После Испытания Он Скажет Тебе Хорошо Верный Раб Что Ты Это Совершил И Не Только Здесь Но Он Скажет Приди В радость Господина Своего Пусть Бог Поможет Друзья Мои Если Вы Сегодня Проходите Трудности Крест Несли А Апостол Павел Говорит Носите Бремена Друг Друг И Таким Образом Исполните Закон Христов Друзья Мои Мы Несем Эти Бремена Если Ты Несешь По жизни Своей Поприще Любви И Делаешь Что-то Доброе Для Твоего Ближнего Друзья Мои Ну Хотя Кто-то Приезжает Приезжает Оттуда С Украины Или С другого Места И Мы Что-то Делаем Мы Что-то Делаем Помогаем Те Которые Там Живут В тех Краях Откуда Мы Выехали Мы Помогаем Здесь Друг Друг Друзья Мои И Это Тоже Важно В очах Божьих Потому Что Это Дело Любви Это Дело Добра Дело Милосердия Это Важно Чтобы Мы Не Только Свои Бремена Носили Но Чтобы Носили Бремена Других Близких Братьев И Сестер Которые Рядом С Тобою Это Божья Воля Если Мы Так Поступаем То Мы И Исполним Закон Христов Друзья Мои Иногда Есть Такие Бремена Что Ты Думаешь Боже Мой А Что Это За Бремя Что Оно На Мою Голову Свалилось И Оно Не Твое Друзья Мои Если Ты Даже Не Понимаешь Почему Оно Происходит Все Равно Проси Бога Чтобы Бог Помог Бог Даст Тебе Силу И Пройдя Вся К Испытания Вся Невзгоды И Трудности И Неся Даже Другое Бремя Бог Благословит Тебя И Оставит Тебя И Поможет Тебе Ему Слава Друзья Мои Вы Хотите Нести Бремя Которое Бог На Вас Взложил Что Тишина В Зале Бояться Бояться Иногда Друзья Бояться Я боюсь Что Сказать Что Потом Не Нести То Что Не Надо Друзья Мои Лишнего Ничего Не Понесем Бог Дает Под Силу Бог Дает Для Нашей Пользы И Бог Нас Не Оставит Давайте Встанем Просто Помолимся Нашему Господу Раны 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 Христа Сколько Несил Тепла Раны 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 Жизнь И Добра Раны Моя Красота И Счастье Раны Моя Чистота И Стрянос Раны Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok